Это была такая справоздача, ага, они разговаривают об своим, а мы будем об своим. Про все, что работают, но это было вельми давно, некогда и другая ситуация была, это все переплетается с участностью, то, что могли сделать, собравши и этих чиновников, и какие есть организации, и людей, еще не что можно было сделать, теперь же уже больше чем трое человек, мы уже даже собрать не можем людей, то есть уже и казать ничего не можем. Вот Тамара сказала, что была какую-нибудь ситуацию, а за последние 20 лет ситуация меняется, то одна, то другая, а есть одно неизменное, в чем живет Беларусь, это не явность политических связей. Ну, в принципе, как я вижу, что у всех 9,5 миллионов опынулись закладниками Лукашенко, японной сумненной антинациональной, антибелорусской, антидемократичной политики, а ли есть некие особые, которые реально сидят за кратами. Ну, в околе, таковно, треба прогадать, наипеш, конечно, Захалинка, Гончара... Это ж наш город, это ж все с этой земли. Так, 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 Захалинка, Гончара, Красовская, Газавадская, тих людей, яких, так сказать, с тих цих причин режим просто физично снищил. Мы их называем «зниклыми», але, як бы это не было тяжко и сумно сказать, это для них забитые, это абсолютно зрозумело, это люди, якие забитые режимом. И для их семью это, конечно, постоянные покуты. И есть десятки семью, десятки людей, близкие яких знаходятся за кратами, мы называем имены Северинцы, Стопкевича, Беляцкета, так само земляк, так само святого, значит... Когосте, когосте Лукашенко выпуская, когосте снов садить, недавно журналистов посадил, потом... Неспынны гандали дзе... Абсолютно правильно, и дзе неспынны гандали людьми, а я постоянно... Мне вот тяжко приводать, и был некий час, кали у Беларуси не было неводного политичного разума, да ицца не... Ну, а в духове, что и богу ли там... Ну, это, значит, сидеть, навык уже с этой званой «либерализацией» он сидел. Навык, кали не сидели люди, осудженные, там, на 4, на 5, на 6 годов, так сидели по 15 суток постоянно, постоянно кто-то политичный садик, постоянно Amnesty International, альбо хуменрат творчество говорили про наявность политичных разум в Беларуси. Хотя, ну, тое, что просто Беларусь такой черной плявой на мапе Европы улучает. Просто соромно, что мы... Есть люди, які не хочуть казать, что они беларуси, бо це робиться того, кто робиться в Беларуси, подумайте. Так так, до той ступеней, да жився наш край, и кольки нам спотребиться часу, без лукашинки, каб да вешче нашу репутацию до нормальной репутации, каб нас лечили як нормальной краиной, нормальным народом. Дела гэтага, што гэтый чалавек усе нищичь, усе уключено с нашей репутацией. Внею Городзенцу соромно, што Городзенская турма, яка стоять на центре гэтаго прывожого города, зараз ее знаходяться и Дашкевич, и Аутухович, в ее сядях, и она опынулася этим центром политичного зневоления на заходе Беларуси. Гаварыли пра Городзенщину, але усь Городзенщину прыгадав, и я вот падзеляю его на гэтым. Усе многие годы Городзенщина гэта был таким центром, який конкуровав зменском, центром такога национальнага импульсу. На 60-е годы, коли прыгадать, уже тое, что там жил и писал Василь Быков, тое, что там змагався за правду Алексей Карпюк в 60-е годы. Ну, только им, так сказать, были борозна, для вон борозная зеленый бразняк у Менску. Вот некакий человек в Беларуси у Менску бразняк с борозной, Карпюк с Быковым у Городни. А далей у Городни был и Клюк Погоня, и Дануты Бечуэль Загмедовым, и театр, и шмач, что у Городни шло. Газета Погоня, якую Микола Маркевич, депутатного фронтсовета, в 12-м слекале депутат позиции выдавал, была не региональной газетой, а газетой агуменациональной, на всю Беларуси она и шла. Какая наука историчная там была, какие там были археологи. И теперь мы бачим, что ГБ, про бачцы просто ГБЁ, узяло науковцев, историков, якие написали цудобную книжку Городних знавства. Я, как Витеблянин, просто зазрошу городецам, бо я бы хотел, как Витеблянин, иметь такую книжку про Витебство. Никто не написал. Про Городню написали. Это цудобная книжка. А ли она скончивается 91-м годом, с добытем незалежности Беларуси? Они не полезли в эту брудную политику Кошенковскую, и все равно я их переследовую. Я особистый, я был доцентом Гродинского державного университета, зараз министр эдукации, былый доцент Гродинского державного университета, так само оптик, как и я, Маскевич. И я бы хотел, как министр Маскевич вспомнил переследование науковцев в Городне. Это сорок. Книжку, за которую треба давать державную премию, любую науковую премию в Городне истории, за эту книжку, некоторых человек с науковыми ступенями просто выгнали с працы. Но это... Я только могу пригадать некие часы такого... Ну, что можно... Но Академика Захарова заслали в Городне. Это собранная профессора, якая не глусить. Так, и это... На жаль, робиться еще супраць беларускости, супраць беларусской истории, супраць беларусского и красного почувствия, сведомостей. И... Треба задать питанье. Что мае на увазе? Что... Чаму гэта робіцца? Змешчаецца гистория. Переписывецца гистория. Гэта... Гэта ёш фактична этносыд, гэта ёш геносыд. На... У Беларуся отбываецца геносыд. Які ёш... 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 Злачыства, суть супраццеловецтва, так? Чаму гэта робіцца? Штэн не хочуць злабіць Беларусью? Штэн не ёшо гэта патрэбнае пустая ёжемна, гэта були джам. Каб не було там беларусав, а каб рэвичай не було. А були китайцы. А бік... Так. А бік... Китайцам. Мільйон китайцам нам привезуць зараз. Все робіцца, кап тольк изнешчыць біларуську... Этмичность. Это по-анесу называется A War Against One-Zone Culture. Что это значит? Это слагание собрать своей властной культуры. Уже, коли треба взмогаться с авторами подручников по истории, это на это только идея борьба с народом. Абсолютно. Но треба так само практичное и так само философичное питание. Я буду по-анесу поговорить в речи культуры. Для больших проблем, в больших проблемах что молодые люди и в области, в целом, они были в состоянии социализации и активно и изменения с реальностью. И так, где эти изменения происходят? особенно after so many years of basically being told, taught and it being modeled that if you do take on that social responsibility you will disappear, you will lose your job. Your limbs will be broken. Your limbs will be broken, right. So it's a very difficult task. And for us, I work with the Center of Validation Studies and I work with them specifically because I believe that this lesson of social responsibility, this empowerment, has to happen in a formal way and can happen in education, in higher education. And it's ironic because higher education in Validation doesn't allow for that type of learning. So where can we model that kind of possibility to Validation young people to then take it back to Validation and to be able to make a difference, to empower them. And the philosophy is that programs of engagement in academic study have to happen outside of Validation, but with two conditions. That those students that gain education in the EU or in the United States are supported or funded only in order for them to go back and to shape society in Validation in specific ways. And that their courses of study also are specific to the experiences of contemporary Validation. So when you see a student who leaves Validation and gets funding, there are some programs, but he's studying British law. Do support it, yes. Well, support it, but what will that student do for Validation and go back with a degree in British law? Why don't they study Validation law and go back to Validation? And we have a very concrete example of how this can work. We actually ran a pilot project where we brought Validation graduates, in this case from EHU, to do a master's program with us in Kansas. This was a few years ago. And what was interesting is these students, who were very well educated in terms of reading, substance, they knew who wrote what, they had read very much, they were very intelligent, had no sense of how education could be applied in a social environment. What is it that their responsibility to society could be in relation to what they had learned? So when we put them in classes about ethics, I remember one time, one student said, could you explain ethics to me? I said, excuse me? And so I tried to explain ethics. And I remember having conversations with colleagues, wonderful colleagues, in Lithuania and also in Poland, and they said, you make your students take ethics classes? And I said, yeah, they can't get a degree unless they take ethics classes. Because then they know how to make decisions about what is good for not just themselves, but for society in general. At least, we hope so. We give them the tools. Little by little, these students understood probably